В Алтайский край уже поступило свыше 250 тысяч комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Полностью привиты 111 600 жителей региона. О том, как в Алтайском крае проводится иммунизация населения от COVID-19 и когда стоит ждать третью волну и стоит ли ее ждать. Об этом не только расскажут эксперты, а у нас в гостях Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог Алтайского края. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Эксперты утверждают, чтобы сформировалась иммунная прослойка COVID-19, необходимо привить 60 процентов жителей региона. Насколько активно мы продвигаемся вот к этим показателям? Ну, в принципе, можно вначале сказать по эпидемиологии ситуации. Да, вот как началась с начала года у нас массовая, с 18 января началась массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. И на протяжении вот уже в течение апреля мы отмечаем стабилизацию ситуации по заболеваемости COVID-19. Ну, так скажем, с устойчивой тенденцией к снижению. На это влияет, конечно, уже проведенная в течение трех месяцев вакцинация против COVID. Подлежат не в целом все население, 60 процентов нужно привить, а именно взрослого населения. То есть дети пока у нас до 18 лет не прививаются. То есть 60 процентов взрослого населения это более где-то миллион, миллион сто человек старше 18 лет. То есть на сегодня уже привито полностью, получили две прививки, законченную вакцинацию, 123 тысячи человек. То есть вакцинация, в принципе, идет довольно такими устойчивыми темпами достаточными. Если будем продолжать в том же темпе и достигнем тех уровней, которые вот регламентируются, то есть заболеваемость, конечно, удастся нам стабилизировать и даже снизить. Ну, по времени сколько вы даете специалистам, чтобы провакцинировать необходимое количество жителей региона? Вообще на самом деле Минздравом Российской Федерации, Федеральной службой управления Роспотребнадзора определен обязательный порог, когда мы должны привиться. Это до осени 2021 года этого года. Первоначально ставилась высокая очень планка привить всех в июле. Мы сегодня себе ставим привить население, выполнить план прививок до того, как мы начнем ставить прививки против гриппа. Потому как пройдет совсем немножечко времени и мы с вами приступим к следующей прививочной сезонной кампании, предсезонной иммунизации против гриппа. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы одновременно мы не ставили две прививки. Можно оставить? Да, в принципе, можно. Противопоказаний нет. И обязательных условий, что только одну прививку ставим, тоже пока нет. Но, тем не менее, иммунизация против новой коронавирусной инфекции у нас только началась, как Ольга Федоровна правильно сказала, еще только в этом году. Поэтому, несмотря на то, что много действительно людей уже привито, иммунизация идет достаточно успешными темпами. Я хочу анонсировать и сначала поблагодарить наших жителей, которые, несмотря на праздники, несмотря на то, что начали заниматься приусадебными своими участками, все майские праздники, поликлиники работали, мы все майские праздники прививали. И ровно точно так же хочу анонсировать, что все следующие майские праздники, которые будут перед 9 мая у нас, мы все работаем в штатном режиме. Поэтому, конечно, всех жителей, если найдется минутка свободного времени, конечно, найти возможность поставить прививочки. Вот мне кажется, что больше активность в этом вопросе проявляют люди пожилого возраста. И неоднократно мы делали сюжеты, приезжали в поликлиники. Там действительно бабушки, дедушки в большинстве своем. Вот какую работу проводите, чтобы как можно большее количество пожилых привить? Самое главное, что мы, во-первых, работаем действительно и работаем с теми людьми, которые сегодня имеют более старшее поколение в виде бабушек, дедушек, родителей. И поэтому, когда сегодня идет единый подход в семье по безопасности новой коронавирусной инфекции, и когда, как мы говорим, продвинутая наша молодежь вникает в систему иммунизации, понимает, что это намного безопаснее, нежели переболеть. Да, я хочу сказать, что в этой ситуации зачастую и проводят определенную свою работу дома. И мы имеем очень хорошие такие наглядные примеры, когда приходят три поколения на премивку. Сначала молодые пришли, а потом и бабушка, и дедушка. Причем молодые помогают зарегистрироваться на сайте госуслуг, создать личный кабинет. И на сегодняшний день у нас записано более 31 тысячи человек на сайте госуслуг. И расписано полностью удобное время для наших жителей, чтобы они могли прийти и поставить прививочку. Но у нас ведь есть и люди с ограниченными возможностями, так называемые маломобильные категории граждан, которым неудобно в поликлинику добраться. Это просто потому, что физические возможности не позволяют. Вот им как решить вопрос с вакцинацией? На самом деле маломобильные наши жители, они проходят освидетельствование ежегодно. Они постоянно у нас бывают в наших медицинских организациях. В принципе, мы все знаем, что за последние три года проходит модернизация здравоохранения. И именно этим жителям доступности, доступной среде этих жителей уделяется достаточно много внимания Министерством здравоохранения Алтайского края для создания условий и возможности посещения. Поэтому на сегодняшний день я сразу хочу упредить эти вопросы. На дому мы прививки против новой коронавирусной инфекции не ставим. Исключение составляют обязательный контингент, который на сегодняшний день самым приоритетным является. Это те, кто у нас работает в учреждениях социального обеспечения. И наши жители, как мы их называем, опекаемые, которые находятся, проживают в учреждениях социального обеспечения. В принципе, мы имеем хорошую практику постановки в организованных коллективах, в том числе и прививок против гриппа. И начали мы работать, и успешно прививали именно этот контингент с выходом в те учреждения, где у нас находятся данные населения. Поэтому на сегодняшний день, конечно, приглашаем всех в поликлинику. Мы знаем, что созданы специальные бригады для жителей отдаленных районов Алтайского края. Если поликлиника от райцентра, вернее, находится в райцентре, а люди живут где-то от нее за несколько километров, как узнать, когда приедет? На самом деле этот вопрос решается локально, территориально. Здесь, конечно, очень много зависит от того, какое взаимодействие между руководителями наших районных больниц и муниципалитетом, главами муниципальных образований. И, как правило, муниципальные образования идут навстречу. Каким образом? Первонаперво, это выделяется транспорт, определяется количество людей, откуда, когда, кто приедет, сколько людей. И выделяется действительно маленький автобус, микроавтобус. И доставка, как говорится, до прививочного кабинета и обратно. Есть вторая форма работы у нас, когда у нас есть мобильный ФАБ. И тогда, когда отдаленная какой-то населенный пункт, выезжает прививочная бригада, оснащенная полностью морозильными камерами. И, соответственно, ставятся прививочки, решаются все абсолютно вопросы документарно, то есть оформление всех документов. И планируется следующий приезд через определенный период времени, тогда, когда положено поставить вторую прививочку. Если мы с вами говорим о работающей группе населения, о коллективах, организованных группах, вот как с ними проводится работа? Просто пришел в порядке очереди, поставил вакцину. Ну и вообще, есть ли очереди, вот что интересно. Потому что мы люди, работающие у нас во время обеда, сбегать бы по-быстрому и все, и вернуться на свое рабочее место. Вот для этого и создан сайт госуслуг и сайт, когда мы можем записаться именно на прививочку. Вот именно для этой цели, чтобы, во-первых, не было скученности, чтобы на сегодняшний день все вопросы социального дистанцирования и профилактики новой коронавирусной инфекции, они на самом деле абсолютно актуальны. Я думаю, что Ольга Федоровна еще раз напомнит потом об этом, потому что наличие прививки никоим образом не влияет на то, что мы не соблюдаем данные меры профилактики. Поэтому человек, который располагает действительно возможностью спланировать себе прививочку, он может записаться в удобное для себя время. Более того, в выходные дни у нас работают и наши поликлиники, и наши прививочные кабинеты. Поэтому с учетом пожеланий, с учетом возможности, можно это сделать именно с комфортом для себя, а не так, чтобы прийти, очередь выстоять, а кабинет закрылся. Нет, кабинет работает, вы можете выбрать время удобное для вас. И по-прежнему все, кто получил необходимое количество прививок, получают, в общем-то, сертификат о вакцинации. Да, на самом деле здесь проблем вообще никаких нет. Мы давно знаем, уже больше, наверное, 20 лет у нас в обороте из обязательной медицинской документации есть сертификат профилактических прививок. Он индивидуальный, он как паспорт прививочный для каждого человека. Поэтому в любом случае в прививочном кабинете медицинская сестра или врач, который допускает, если работают они вместе до прививочки, они сделают отметочку, когда поставлена была эта вакцина, какая серия, срок реализации, завод-изготовитель и так далее. То есть все, что положено, будет внесено. Если мы сегодня с вами идем более современным путем, тот, который сегодня действительно удобен для всех, не только для пациента, но и для плановой работы поликлиники, это запись через сайт Госуслуг. Как только после второй прививочки пройдет необходимый период, а мы помним, это 21 день, система сама сгенерирует с индивидуальным штрих-кодом, персональный для каждого человека в личном кабинете на сайте Госуслуг именно сертификат по проведенным и полученным прививкам против новой коронавирусной инфекции. Это невозможно сделать поддельно, это невозможно сделать рукописно, это невозможно сделать каким-то иным путем, потому что на сегодняшний день это абсолютно индивидуальный документ. Он будет удобен любому человеку в случае, если вдруг при каких-то обстоятельствах нужно будет показать этот сертификат тем или иным каким-то организациям, учреждениям при необходимости. Мы с вами знаем, что первые, наверное, кто об этом заговорит, это будут наши туристические агентства. Мы все следим внимательно, как мы планируем отпуск, мы планируем отдых, мы следим за нашими странами, в которые мы часто ездим отдыхать, мы планируем какие-то поездки, и понятно, что, как правило, люди заинтересованные, конечно, на сегодняшний день должны в первую очередь подумать, чтобы из-за такой вот, ну, будем так говорить, мелочи, да, это простая мелочь, прийти, поставить прививочку, это не затруднительно и не трудно, но не сорвется ни поездка, не будет каких-то негативных влияний от того, что чисто эмоционального плана, да, что вот вдруг и что-то не состыковалось. Ну вот мы в начале беседы уже говорили о том, что уже, наверное, вторую неделю мы наблюдаем спад вновь заболевших коронавирусной инфекцией, понятно, вакцинация сделала свое дело, но в других странах, вот вчера буквально в новостях видела, очередной всплеск, стоит ли нам ждать в том числе третьей волны? Ну, мы пока не ожидаем такого понятия третьей волны, как это было в прошлом году, как это была осенью волна, большая у рост заболеваемости, то есть именно такого уровня заболеваемости мы не ожидаем. Понятно, что, возможно, будет рост, он будет на фоне также респираторных инфекций, как сезонный подъем РВИ, то есть в осенний период, когда закончатся все каникулы, отпуска, как обычно у нас в сентябре-октябре отмечается рост РВИ, на этом фоне, возможно, будет какой-то определенный подъем именно заболеваемости коронавируса, но какого-то всплеска третьей волны или какого-то такого огромного роста, то есть пока мы такого не ожидаем. И вот как бы и на этот вопрос тоже повлияет уже вакцинация, которая к этому времени, к сентябрю уже будет, более приближенные цифры к 60%. Поэтому вот таких страшных цифр мы пока не ожидаем. Вот ровно год назад мне удалось отдохнуть в теплой стране, так скажем, и когда мы прилетели, вот был строгий карантин, 14 дней я звонила участкову, приходили и врачи из местной поликлиники. Вот сегодня столь жесткий контроль предполагается? Ведь лето на носу, люди сейчас поедут отдыхать. Ну, сейчас у нас действует постановление номер 7 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Это постановление еще прошлого года, от 18 марта 2020 года, но с внесенными изменениями от 16 апреля от текущего года. Там внесены какие изменения? То есть все теперь прибывающие. Иностранные граждане должны при себе уже иметь на борту самолета отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР. Что касается российских граждан, которые прилетают, возвращаются из-за рубежа, из-за различных поездок, отпусков и тому подобное. То есть сейчас, с 1 мая, они должны двухкратно сдать анализ ПЦР по прилету. В первые три дня и не менее чем через сутки, в течение, ну, как бы пяти дней. То есть каждый гражданин, который, российский гражданин, который пересёк границу, должен сдать двухкратно в пятидневный срок два анализа методом ПЦР. И вот этот период до получения отрицательных результатов, он должен находиться на режиме самоизоляции. То есть к нему специалисты придут на дом? Ему никуда самостоятельно... Нет, специалисты к нему не придут. Специалисты какие придут? Он должен сам найти лабораторию. То есть в этом плане возникает много вопросов. Я вот прилетел, у меня праздничные дни, я не успел. Но мы же планируем свой отпуск. Знаем, что мы прилетим 1 мая, 2 мая, вернёмся на родину. То есть мы заранее, планируя отпуск, можно также заранее спланировать запись в лабораторию, что я прилетел 1, 2, 3 я записался в лабораторию, пришёл, сдал анализ ПЦР. И через сутки ещё повторно сдал тот же анализ. То есть это ограждение должен, как планируя отпуск, он также должен планировать сдачу вот этих двух обязательных анализов в дальнейшем. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях были Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог Алтайского края, и Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.